Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире канал 16, передача Актуальное интервью. И у меня в гостях Лобачев Евгений Борисович, начальник госветуправления в городе Сорои. Евгений Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Борисович, вы как государственная структура, но многие привыкли к ветеринарной службе у нас в городе. Но не все не всегда понимают, какой функционал она исполняет. Поэтому, может быть, для начала поговорим об общих задачах ветеринарной службы у нас в городе. Хочу начать с того, что наше госветуправление города Соро является подразделением Нижегородского комитета ветеринарии, который возглавляет Куримов Михаил Николаевич. Значит, какие функции выполняет государственное управление, ветеринарное управление города Соров? Во-первых, хочу коснуться немножко структуры. Это наше подразделение. Наше подразделение состоит из нескольких отделов. С 20 октября 2022 года к нам еще присоединили Вознесенское управление. Поэтому площадь нашей работы и объемы намного выросли. Управление состоит из двух станций по борьбе с болезнями животных. Это, значит, Вознесенская станция и наша Соровская городская станция по борьбе с болезнями животных. Поскольку мы сегодня говорим о Сорове, значит, в основном коснемся и этого подразделения. Наше подразделение состоит из отделения лечебно-профилактической работы. Чем оно занимается? Лечебное отделение занимается непосредственно приемом больных животных и животных с целью профилактики, осмотра клинического. Сравнивая с другими объединениями Нижегородской области, сравнивая с другими клиниками ветеринарными нашего города, у нас довольно-таки неплохое оснащение. Для более точного, значит, для точной постановки диагноза в своей работе мы используем такие приборы необходимые, как гемоанализатор. Приобрели совершенно недавно, в прошлый год УЗИ, установку УЗИ. То есть даже можно УЗИ делать в животном? Да, мы делаем в животном УЗИ и специально мы, значит, специалистов своих направили на обучение. Они у нас прошли курс повышения квалификации в Санкт-Петербурге, два человека, и сейчас применяют свои знания в диагностике. А это вот касаемо именно лечения животных, это же не только домашних кошек, собак касается, это в целом, наверное, любых домашних животных. Не будем говорить про крупно-рогатный скот, наверное, его у нас мало. Да, стараемся по мере возможности принимать всех животных и оказывать помощь. Если где-то сами чувствуем, не справляемся, то мы рекомендуем более опытных специалистов, которые находятся у нас в городе или за его пределами. Потому что, ну, экзотику, сами понимаете, не каждый день с ней встречаются. А какое самое экзотическое животное у нас в городе? Ну, есть и крысы приносят. Ну, такого, как питонов, пока еще мы не встречали. Змей в городе нет больше. Да, они, вот, так что такие вот животные попадаются. Помимо этого, значит, мы еще приобрели и организовали рентген-кабинет для более точной диагностики и для проведения остеосинтеза. Сейчас немножко начинаем практиковать, лечить остеосинтез. Значит, приобрели вот еще и дополнительное оборудование, и материалы расходные, такие как спицы, там, другие. Саморезы, накладки. А какие вот полезни? Переломы в основном. А, то есть переломы? Да, в основном переломы, особенно с верхних этажей, кошки в основном. А, понятно. Кошки и собаки, которые попадают под машины. Или под, бывает, охотничьи собаки и животные, которые попадают под кабана. Тоже были такие случаи, когда были переломы серьезные. Как бы уже есть положительные примеры. В основном, когда мы все-таки помогаем, и животные восстанавливают полностью функционал. То есть, как бы в этом направлении мы тоже работаем. Помимо лечебной работы, перед нашим подразделением стоит, значит, еще одна задача. Это продовольственная безопасность. Продовольственную безопасность мы обеспечиваем, значит, лабораторией ветеринарной санитарной экспертизы. То есть, это то, что касается молочной продукции, мяса. И не только то, что поступает непосредственно в реализацию на рынок, но и вообще в город Саров. У нас сейчас заключено более 10 договоров с организациями и с индивидуальными предпринимателями, которым мы, значит, оказываем ветеринарно-санитарное обследование проводим. И, значит, помощь в проведении, в оформлении ветеринарно-санитарных документов сопроводительных. И в определении качества продукции и выпуска ее, как бы, людям в пищу. Вот, в этом направлении еще работаем. Ну, для статистики, чтобы, как бы, не было, было понятно объемы. Лаборатория состоит у нас сейчас из двух человек. Она находится на рынке, на городском рынке. И, значит, за прошлый год было проведено 5400 экспертиз. То есть это осмотр мяса, рыбы, овощных продуктов, продукции яиц, и там творог, молоко, творог. Значит, еще где-то 18300 исследований. Это непосредственно проведено исследование свинина на трихинолоскопию. Проведено макроскопическое исследование. То есть мазки делаем мы под микроскопом, смотрим, исключаем сибирскую язву. И еще специальные исследования. То есть на свежесть и на просто органолептическое обследование. На свежесть, на качество продукта, предоставляемой продукции. Таким образом, где-то за прошлый год около 250 тонн продукции. Проверено. Да, проверено. За прошлый год был вот такой объем 250 тонн приблизительно. Продукции, которые подконтрольны. Но это касается и в том числе учебных учреждений, и школьных, и дошкольных. Да, это приблизительно и школьные, и дошкольные. И просто предприниматели, которые занимаются реализацией продуктов животного происхождения. Есть еще одно подразделение, которое тоже немаловажно, но не коснуться мы его не можем. Это наша ветеринарная аптека. Почему? Потому что на сегодняшний день все существующие лекарства, используемые лекарства ветеринарии, у нас в наличии имеются. Или под заказ, если это редкие, или просто уже в наличии мы имеем. Так что мы приглашаем всех саровчан посещать нашу ветаптеку, в которой вы можете или заказать, или уже приобрести не только лекарственные средства, но и средства по уходу за животными, своими любимцами. Также соответствующие корма, которые, допустим, рекомендуют врачи, диетические, специальные, там, при разного вида заболеваний. Это у нас все пока имеется в наличии. Также мы имеем полный перечень вакцин, которые сейчас используются как поливалентные, так и моновалентные, для профилактики инфекционных заболеваний, мелких животных, домашних животных. Также и против бешенства. Ну вот, собственно говоря, эти вакцины можно прямо там и сделать. Да, в принципе, да, можно и сделать, можно и приобрести, но желательно, конечно, делать у нас. Ну, понятно. Да, поэтому мы уже тогда будем отвечать полностью за весь цикл данной обработки. Ну, соответственно, все это заносится в паспорт животного, который сейчас должен быть. Да, кстати, и сам паспорт мы тоже, если у кого-то нет, можем предложить. Ну, стоимость паспорта 48 рублей. Ну, в принципе, не такие уж деньги. Так что любой хозяин может, значит, привезти, принести и сделать, значит, вакцинацию своему животному и в том числе зарегистрироваться. В продолжении темы регистрации, значит, сейчас как бы немножко отвлечемся, да, то, что сейчас есть такая проблема полностью регистрации всех видов животных. И домашних, и продуктивных. В этом году запущена программа «Хариот» называется. То есть сейчас ведется учет, тотальный учет всего поголовья крупнорогатого скота, свиней, присвоится каждому индивидуальный номер, и это будет заноситься в системах «Хариот» и информационную систему, которая, значит, контролируется Россельхознадзором. И будет присваиваться каждому индивидуальный номер, будет присваиваться бирка, и с этой биркой животное будет прослеживаемо от рождения и до момента убоя. Ну, это то, что касается сельскохозяйственных животных, а про домашних. Да, ну, пока в 2024 году эта система касается только продуктивных животных, но впоследствии это будет как бы переведено и на домашних животных, непосредственно собак, кошек. То есть надо приготовиться. Да, что это дает? Это дает полный учет того, что, значит, животное, кто взял, когда, в каком возрасте делались прививки, обработки, то есть полностью прослеживает жизненный цикл данного животного и владельца. И если вдруг данное животное, как вариант, негативный вариант, может оказаться на улице, то мы можем отследить, когда оно, и кто хозяин был, и какие-то принимать уже меры административного воздействия на хозяина. То есть тем самым мы уменьшим популяцию тех животных, которые останутся без владельца. Вот как раз хотел к этой теме подойти, насчет отлова безназорных животных, и у нас это, ну, достаточно в прошлом году острой была тема, связанная с вот стаями бродячих собак. Вот здесь можно поподробнее, как здесь управление работает? Вот смотрите, какая ситуация. Значит, существует законодательство, которое, значит, предполагает обращение с животными, вот, ну, без владельцев. Полномочия по данной работе, они переданы администрации, всем администрациям, в том числе и администрации нашего города. В частности, этим, этой работой занимается департамент городского хозяйства нашего города. Департамент городского хозяйства заключил с нами контракт. Согласно этого контракта, значит, у нас в управлении сформирована бригада, состоящая из трех человек. Значит, как осуществляется данная работа, как она поставлена? Вот все граждане, любой человек из нашего города, значит, может позвонить на телефон 4-92-00, это наше управление, телефон, или телефон 9-77-38, это департамент городского хозяйства. Друзья, сейчас они у вас появятся на экране, чтобы вот не на слух, вот, если что, обращайтесь по этим номерам. 4-97-98, это администрация, 4-92-00, это ветлечебница. Может сделать заявление о том, что где-то обнаружено безнадзорное животное. Но весь принцип основан на том, что люди могут звонить в администрацию, и администрация нам делает заявку. Согласно этой заявке, значит, мы выезжаем, у нас специальный транспорт подготовлен для этой работы, специально обученные люди. Значит, в основном мы занимаемся отстрелом, то есть, из пневматической винтовки, через шприц летающий, снотворное, потому что многие собаки, они, как бы, родились, выросли уже не в одном поколении внутри города. Дикие, будем говорить. Да, внутри города, это одичавшие животные, и они настолько чутко реагируют, что даже при виде машины они уже прячутся. То есть, они спасают себя. Поэтому приходится, как бы, работать на расстоянии, вот, путем вот летающих шприцов. Значит, прежде чем поймать собаку, мы должны, согласно технического задания, снять это все на видео. Ну, что она, свободно будет. Да, в видеофиксации, да, что она именно, и привязать ее непосредственно к адресу. В течение трех дней мы заносим это животное. Есть такая информационная программа «Госвет-52», значит, она на сайте комитета ветеринарии. находится, любой может ее открыть и там посмотреть тех животных, которых мы отловили. Нам на это дают три дня. Даже с фотографиями. Да, фотографии обязательно. Фотографии или видеосъемки. Если вдруг, значит, попалось животное, которое кому-то принадлежит, но была на самовыгуле, то есть, опять же, нарушая правила. Если собака с ошейником на поводке, то она никак не попадет к нам. Но если вдруг такое случилось, да, в течение 20 дней мы эту собаку все равно будем содержать. Мы ее постерилизуем, покастрируем, если это кобель, привьем против бешенства и опять выпустим там, где мы ее поймали. Это та самая программа «Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск». Да, как бы сейчас она так не называется, но да, то же самое. Раньше так называлось. Раньше так называлось она, да. Ну, то есть, надо понимать, что собаки, даже отловленные на улице, будут простерилизованы, провакцинированы, но обратно выпущены. И, по сути, вернутся в ту же среду. Обратно выпущены. Это одно из условий обязательных. И причем, опять же, мы это все снимаем на камеру и документально представляем. Что выпустили. Что мы ее выпустили и опять привязываем к той местности, где это... Это ваше обязанное. Да, это наша обязанность. Это указано в технических правилах. То есть, по-другому поступать не можем. Нравится это, не нравится – это уже другой вопрос. И, как бы, популяции собак таких, конечно, у нас в городе не уменьшается из-за этого. Потому что, да, с бирками они бегают, они бегали без бирок, сейчас они бегают с бирками. Единственное, что они стерилизованы, они не могут производить потомство. Ну, то есть, в какой-то момент, на длинном отрезке времени это может дать эффект. Да, как бы, по опыту Нижегородскому, вот, все это время растянулось приблизительно в 3-4 года. Что уже, видимо, стало, что, да, животные есть, но их количество не увеличивается. То есть, эффект на дистанции будет достигнуть. Да, потому что, вот, по-другому пока закон не позволяет ничего делать. Мало того, что общество разделилось на половину, кто за животных, половину, кто против, очень много и, как бы, негативно влияет на нашу работу те жители, которые непосредственно сейчас занимаются кормлением вот этих безнадзорных животных. Вроде бы они делают полезное дело, но животные сбиваются из-за этого и в стае. Помимо того, что весна и осень, там, гон начинается, значит, они вот сбиваются в стае именно около этих кормовых, так скажем, баз, где можно поесть, где их кормят. Поэтому это очень негативно сказывается вот на то, что эти собаки сбиваются в стае и начинают нападать уже, проявлять агрессию и нападать уже на людей. А что делать в этой ситуации? В этой ситуации лучше, конечно, как-то избегать такие моменты, не находиться в том месте, где эти животные, скопление этих животных происходит. Лучше обойти стороной и ни в коем случае не, как бы, не производить кормление. Мы упомянули вакцинацию против бешенства. Я так понимаю, что сейчас у вас идет акция по бесплатной вакцинации? Значит, вот именно существует, сейчас идет акция по стерилизации по 30% скидке животных. Мартовский код называется с 3 февраля по 31 марта. То есть сейчас можно с 30% скидку, у вас практически есть стерилизация животных. Да, для того, чтобы привлечь клиентов и для того, чтобы привлечь людей, которые не хотят получать нежелательного, непланированного приплода, мы организовали акцию. Это акция областная, то есть во всех ГБУ Нижегородской области с 3 февраля по 31 марта проходит акция Мартовский код. Значит, производим стерилизацию и кастрацию животных с 30% скидкой. Еще, значит, на территории нашего города с целью профилактики и охвата большего количества населения, людей, владельцев животных, мы проводим вакцинацию против бешенства. Вакцинацию против бешенства бесплатная, мы проводим выездную, то есть последнее воскресенье каждого месяца в шести точках нашего города. Я могу адреса назвать. Назовите, да. Значит, первое – это в субботу. В субботу мы проводим вакцинацию с 11 часов до 12 часов дня улица Шверника между магазинами «Магнит» и домом номер 15. Там площадка есть такая. Это у нас производится с автомобилем «Соболь», на котором висят, естественно, плакаты. Сразу видно, что идет вакцинация. Вакцинация бесплатная. Также можно приобрести и завести паспорт на животного, если у кого-то нет. Значит, вторая точка – это парковка перед кинотеатром «Россия». Это с 12 до 13 часов в субботу. Значит, с 13 до 14 часов в субботу – это площадь Ленина. Это вот первых три адреса. В воскресенье, значит, с 11 до 12 улица Ленина, торговый центр «Пятерочка». Значит, с 12 до 13 – это улица Академика Харитонова. Харитонос есть на лыжную базу в этом месте. И с 13 до 14 – это театральный проезд, там, где территория бывшего рынка. Вакцинация «Просить бешенства» вообще должна производиться один раз в год всем животным. И домашним, и кошкам, и собакам, и у кого есть владельцы, у кого нет владельцев. То есть это обязательная вакцинация, за отсутствие которой, вот как вы упоминали насчет паспорта животного, должна быть отметка, и если этой отметки нет, то существует административное наказание за это владельца животного. Для чего это сделано? Вот как раз это сделано для того, чтобы избежать последствий укуса, после укуса человека, если он обратился в больницу. Значит, больница дает нам сведения, что такой человек подвергся покусу. Если животное было привито и у нас зарегистрировано, то там лечение против антирабической уже к минимуму сводится. А если животное не было привито и не установленное животное, то человеку там по полной программе делают антирабическое лечение, мероприятия проводят уже в больнице. То есть страданий намного больше у людей получается. Но вообще как в такой ситуации себя вести? Ну, например, мы не говорим про домашних кошек и собак. Вот у нас часто случаются такие ситуации, что лисы выходят из леса, приближаются к человеку, особенно в зимний период. Как, может быть, обычному гражданину себя вести в этой ситуации? Да, тоже нужно как-то себя обезопасить. Первыми признаками бешенства как раз и является то, что нестандартное, неадекватное поведение животного. Обычно в дикой природе леса ведь никогда не подойдет, не начнет ласкаться. То есть это уже должно вызывать какое-то подозрение и осторожность. То есть таких животных лучше обходить и к ним не... Второй этап – это как бы, если вы где-то, ну, жители увидели такое животное, конечно, лучше обращаться к нам в ветлечебницу. Мы уже будем реагировать как-то на эту ситуацию. Если это... Ну, по крайней мере, выйдем на место и посмотрим. На самом деле животное... То есть она могла убежать и все, и не вернуться бы. Да, ну, а если оно нормально, оно может просто обратно уйти, влезть там или откуда оно вышло. И как бы на этом все закончится. Но если она проявит агрессию и начнет там покусы какие-то совершать, то, естественно, мы будем как-то стараться его отловить или еще что-то. И уже для постановки диагноза мы, значит, будем принимать меры. Наверное, один из немаловажных вопросов, который мне лично некоторые мои друзья и знакомые задают, и он действительно имеет право на жизнь. Ну, бывают печальные ситуации, да, когда домашнее животное уходит из жизни, и вроде бы как это там домашний питомец, любимое животное. Как с ним правильно, вот с точки зрения ветеринарного управления, поступить в этой ситуации? Значит, с точки зрения ветеринарного управления нужно поступать согласно действующему законодательству. Вот, да. В законодательстве сейчас категорически запрещено утилизации, самостоятельная утилизация трупов, закапывание, там, сжигание, еще что-то. Ну, то есть, переведем на становичину человечески, нельзя хоронить животное. Да, животное самому хозяину ни в коем случае нельзя хоронить животное. Это противоречит закону, за это есть административное тоже наказание. Значит, что делать? Если животное уже как бы погибло, да, то у нас есть такая услуга, как утилизация. То есть, мы принимаем, ну, мы называем это биологический материал уже, потому что на самом деле это так. И согласно действующему законодательству, у нас в области существует только один утилизационный завод, это в Сергаче. Мы купим биологические отходы и где-то раз в месяц мы доставляем туда на утилизацию. То есть, так правильно поступает? Это самый законный способ. Там сейчас точно не могу сказать, ну, есть какая-то определенная плата за это, это платная услуга. Вот. Ну, это не такие деньги, чтобы там думать как-то. Ну, вот мне кажется, что резонным будет вопрос, а чем чревата, допустим, самостоятельная утилизация животных? Ну, вот это тема... То есть, в чем... Понятно, что, с одной стороны, чревата административной ответственности для того, кто это делает, да? А чем чревата для природы вот эта история? Ну, опять же, мы же не даем гарантии, что там животное погибло от старости, или от травмы, или еще от чего-то такого, да, который не несет последствий после того, как ее, грубо говоря, похоронят, просто разложится и все. Но существует много инфекционных заболеваний, которые носят в себе опасность. И во всяком случае, если эти там вирусы попадут наружу потом, то есть, произойдет вспышка того же бешенства или еще других. То есть, фактически, это профилактика различных заболеваний? Да, и распространение других инфекционных заболеваний всех. Евгений Борисович, большое спасибо, что пришли, разъяснили многие вопросы, очень важная, мне кажется, информация для наших телезрителей. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И мы с вами увидимся через неделю. Всего доброго и до свидания. Благодарю за представленную возможность. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин